Привет! Я Алексей. Наша программа День Люди События. Первая наша тема. В этот день патриархом Московским и всей Руси избран митрополит Московский Тихон. Поместный собор Православной Российской Церкви на своей первой сессии избрал 18 ноября 1917 года патриархом Московским и всей Руси митрополита Московского Тихона, в миру, Василий Иванович Беловин, 1865-1925 годы. После Октябрьской революции 1917 года отношения Церкви и советской власти были враждебными. Для подъема в народе религиозного чувства, по благословению святителя Тихона устраивались грандиозные крестные ходы, в которых неизменно он сам принимал участие. Безбоязненно служил в храмах Москвы, Петрограда, Ярославля и других городов. Второе событие этого дня. Издан мунифест о новом областном делении России, империя разделилась на 50 губерний. Губерния – высшая единица административно-территориального деления в России 1708-1929 годов, оформившаяся при Петре I в процессе организации государства. Первые 8 губерний были образованы по указу Петра I в 1708 году в рамках его областной реформы – Санкт-Петербургская, Московская, Архангелогородская, Смоленская, Киевская, Казанская, Азовская, Сибирская. Затем появилось еще несколько губерний. Но у существующего областного управления было несколько крупных недостатков. Губернии представляли слишком обширные административные округа, где не хватало госучреждений. Это вело к тому, что в управлении смешивались различные ведомства, одно и то же место ведало и финансами, и наказанием, и администрированием. На устранение этих недостатков была рассчитана новая реформа. Дополнительным толчком явилась необходимость укрепления центральной власти на местах после Пугачевского восстания. 18 ноября 1775 года по решению Екатерины II было принято учреждение для управления губернией Всероссийской империи. Вместо губерний, уездов и провинций вводилось деление страны на губернии – 300-400 тысяч человек, и уезды – 20-30 тысяч человек. В основе лежал принцип численности податного населения.